Меня зовут Валерий Шанин, и по складу характера и по стилю жизни я вообще кругосветный путешественник. Я люблю путешествовать или вокруг света, или на очень большие расстояния. И я уже успел три раза проехать вокруг света. Первый раз за 280 долларов и за три года, второй раз за 108 дней, и третий раз я проехал безвиз, исключительно по безвизам для россиян странам. Об этих путешествиях можно прочитать в моих книгах или посмотреть в фильмах. Но сегодня я хотел рассказать о своем четвертом путешествии. После того, как я три раза проехал вокруг света, я решил на четвертый раз обойти вокруг света пешком. Но сделать это необычным стандартным способом, выйдя из дома и непрерывно продолжая идти вокруг земного шара по всем местам, которые попадаются по дороге, по, не знаю, каким-то дорогам, по шоссе, по промышленным зонам и так далее. А я решил четвертый раз проехать вокруг света в совокупности, набрав 37 тысяч километров, которые необходимы для признания путешествия кругосветным, отдельными туристическими пешеходными тропами. В мире существует достаточно много пешеходных туристических троп, и я начал постепенно одну за другой эти тропы проходить. К настоящему моменту я успел пройти уже 25 троп, и сегодня я хотел рассказать про 5 наиболее интересных, на мой взгляд, троп, которые я успел к этому моменту посетить. И начать я хотел с Ликийской тропы, во-первых, потому что это действительно одна из лучших пешеходных троп, во-вторых, потому что именно с нее я и начал. Почему я начал с Ликийской тропы, и почему советую вам тоже начинать с Ликийской тропы? Потому что Ликийская тропа находится в Турции. Это тропа общей протяженностью 520 километров, проходит вдоль Средиземноморского побережья Турции, от Фети до Анталии. В чем плюс тропы, которые проходят в Турции? Потому что Турция, это, с моей точки зрения, самая лучшая страна для путешествий. Из тех 101 стран, в которых я побывал, это действительно самая лучшая страна. Во-первых, она безвизовая. Для того, чтобы попасть в Турцию, не нужно оформлять никакие визы, достаточно загранпаспорта. Во-вторых, климат в Турции лучше, чем у нас, но еще не запредельно тропический, там не слишком жарко. В-третьих, кухня турецкая, она лучше, чем у нас, но тоже, опять же, не супер запредельная экзотика, все-таки не жареные тараканы. И самое главное, что в Турции, ради чего туда стоит ехать, это очень гостеприимные люди. Наверное, одна из самых гостеприимных стран для путешественников. Поэтому ходить по Турции, это значит пользоваться гостеприимством местных жителей. Ликийская тропа общей протяженностью 520 километров, как я уже сказал, проходит от Фети до Антали, и в среднем на ее прохождение требуется три недели. Если трех недель нет, то можно ее тропу проходить за несколько этапов. Опять же, есть разные варианты. То есть можно по этой тропе идти налегке с маленьким рюкзачком, ночевать в гостиницах, питаться в столовых или в каких-то там ресторанах. И таким образом можно пройти тропу совершенно налегке. Либо второй вариант для тех, кто любит быть ближе к природе, это взять рюкзак, спальный мешок, палатку, и ночевать в палатке, разводить костры. Это в Турции все разрешено. Можно поставить в любом месте палатку, развести костер, приготовить себе пищу на костре, скипятить чай, родников тоже очень много. И можно выбрать любой из этих вариантов. В чем прелесть Ликийской тропы? Эту тропу проложила англичанка Кейт Клоу для того, чтобы была возможность почувствовать даже не Турцию, а почувствовать Древнюю Грецию. Потому что это была территория Древней Ликий, которая на самом деле была частью Греции. И на этой территории проходили древнегреческие мифы, древние сражения. Там родился святой Николай. И у путешественника, который идет по тропе, есть возможность пройти по этим руинам. И не просто пройти, а реально ставишь палатку и видишь рядом какой-то некрополь или какие-то руины. То есть ты реально оказываешься именно в тех местах, где жили древние греки, и чувствуешь, что ты окунулся в историю. Плюс еще Ликийской тропы в том, что не надо доезд. То есть ты периодически то по горам идешь, то по равнинам, то по берегу моря, то заходишь на какие-то руины. То есть каждый день он разнообразный. Чаще всего среди пешеходов встречаются русские и украинцы. Это самая основная масса людей, которые идут по этой тропе. Изредка встречаются иностранцы, в том числе и местные турки. Но в отличие от всей территории Турции, Ликийская тропа – это уже достаточно такой сформировавшийся маршрут, и поэтому туристов ходит много, и для туристов есть уже инфраструктура. Поэтому уже рассчитывать на то, что вас будут бесплатно кормить и приглашать на ночлег, как это в других частях Турции происходит, там нельзя. Там уже существуют гасхаусы, существуют уже места, где туристов накормят, напоят и предложат переночевать, но уже за деньги. Но в целом это все равно недорого. Если идти с палаткой, периодически ночевать в палатке и заходить по дороге вместо поесть, то можно достаточно бюджетно пройти по этой тропе, тратя от 10 до 20 долларов в день. И эта тропа интересна именно для старта. Следующая тропа, про которую я хотел сказать, это тропа Швиль-Израиль, или, как ее еще называют, национальная тропа Израиля. Эта тропа, конечно, более интересная, но и более сложная. Во-первых, ее протяженность 960 километров, и в среднем на ее прохождение требуется от месяца до двух, в зависимости от крепости. Мне потребовалось 50 дней, чтобы ее пройти. Эта тропа начинается на крайнем севере Израиля, на стыке границ Ливана и Сирии, возле Кибуцеда. Потом проходит через Верхнюю и Нижнюю Галилею, через Иудейские горы, по берегу Средиземного моря, через Тель-Авив и Иерусалим, и заканчивается на берегу Красного моря в Элладе. Национальная тропа Израиля – это действительно национальное достояние. Это Израиль, наверное, единственная страна, где люди очень серьезно относятся к этой тропе, и каждый израильтянин либо уже прошел по этой тропе, либо собирается по этой тропе пройти. И когда ты идешь по этой тропе, то каждый человек, который встречается, считает своим долгом, спросит, есть ли у тебя еда, вода, если этого нет, то напоить, накормить и пригласить к себе переночевать. И даже есть специальные люди, которых называют ангелы тропы, это люди, которые живут прямо в городках, которые по дороге или там в кибуцах, и которые бесплатно принимают постояльцев. Их телефоны можно узнать в интернете, либо спросить у тех же, кто идет еще по тропе, и пользуются таким же гостеприимством. Но в отличие от Ликийской тропы, по тропе Швили-Израиль все-таки нельзя пройти совсем налегке, потому что тропа проложена именно так, чтобы по ней идти с палаткой, чтобы ночевать чаще всего под открытым небом. Поэтому без палатки там, в принципе, шансов нет пройти. И самый сложный этап, ну, вообще, говорят, тропа в Швили-Израиль, она интересна, с одной стороны, географическим разнообразием, а с другой стороны, тем, что вот есть только там. Когда идешь по национальной тропе Израиля, то ты понимаешь, что ты идешь не просто по тропе, ты идешь не просто по земле, а ты идешь реально по святой земле. И многие ездят с паломническими турами в Израиль, когда на автобусе привозят к какому-то камню, и гид там начинает говорить, что вот именно на этом камне стоял такой-то пророк. Понятно, что никто GPS-координат тогда не записывал, и, скорее всего, это все придумали. Но когда ты идешь пешком, ты понимаешь, что рано или поздно, неизвестно в какой момент, но рано или поздно, ты точно на то самое место насупишь, потому что ты проходишь именно по библейским местам. То есть обязательно нужно переночевать на берегу реки Ордан, окунуться в водах, где было крещение Христа, обязательно походить по воде по Теверятскому озеру. Оказалось, что притча действительно реальная, потому что я когда поставил камеру, чтобы просто снять, как я захожу, чтобы купаться в озеро, то я иду 5-10 минут до середины озера дошел, а реально уже и не углубился. Если бы я шел в длинной одежде, то со стороны было бы ощущение, что я просто хожу по воде. Но это знать надо место. И как вы помните в притче, когда Святой Петр пытался то же самое сделать, он провалился, и Мусос Христос сказал, ну куда же ты идешь, места надо знать. Но если знать место, можно ходить по воде. И действительно вот это ощущение, что ты все время именно на Святой Земле. Но самое интересное с точки зрения географической, это участок, когда попадаешь уже в пустыню Негиев. Это действительно очень интересное место, реальная пустыня. Когда смотришь на карту, то кажется, что это просто равнина. Ну на картах обычно как изображают? Если горы, то коричневый. Чем выше, тем темнее коричневый. А здесь смотришь на карту зеленый, кажется, там травка будет. А на самом деле это не так. Это просто, эта местность лежит реально почти ниже уровня моря. Ну известно, что Мертвое море минус 400 метров, а это где-то рядом, поэтому там все находится либо на уровне моря, либо чуть ниже. И когда мы смотрим сейчас, вид как будто с горы, а на самом деле это вид с ровного места в яму. И там встречаются участки, по которым действительно очень круто приходится лезть. А о том, чтобы можно было забраться, позаботились. То есть когда у тебя крутой вертикальный подъем метров 200, то скобы вделали. То есть вот вскарабкаться можно, но когда ты с тяжелым рюкзаком карабкаешься по скобам метров 200, ты понимаешь, что если ты отвлекся, то тебя никто не спасет, потому что никакой страховки нет. То есть ты реально можешь оттуда свалиться. Либо тропа. Замечательная тропа, ну такая 20 сантиметров шириной, иди да иди. Но когда идешь, ты понимаешь, обрыв 300 метров сбоку, тут скала. И поэтому как-то не очень комфортно себя чувствуешь. У меня даже один момент был, я так шел, 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 и потом крутой поворот, я не вижу, что за ним. Думаю так, я не знаю, что там будет за поворотом. Сдал немножко назад, залез повыше, посмотрел, что там за поворотом, понял, что можно пройти. И тогда прошел. Но в целом проходимо, то есть если не быть таким озабоченным, то можно пройти. И еще один недостаток в пустыне Неги, что там реально нет воды. Особенно есть один такой перегон, от Арада до 4 дня, от Арада надо идти, в принципе, без воды. В путеводителе, который я использовал во время похода по этой тропе, и вам всем рекомендую, есть специальный путеводитель, где в самое главное описание, где можно найти воду, то путеводители рекомендуют сделать такие закладки в те места, где ты будешь ночевать, проехать на машине, закопать там воду, и потом, когда подходишь, пользоваться этой водой. И рекомендуют по 4 литра в день воды, чтобы по пустыне человеку идти. Я так прикинул, что это как-то не очень спортивно, закладки делать. Думаю, я пойду так. Ну, по 4 литра, значит, 4 дня, то есть как-то вот, ну, как-то многовато. Думаю, столько я не утяну, поэтому решил, 4 литра, чтобы хорошо жить. А сколько нужно воды, для того, чтобы не совсем умереть? Ну, то есть близко быть к этому, но еще не до конца. Ну, я решил, что, наверное, полтора литра хватит, чтобы не умереть до конца. Взял, соответственно, по полтора литра и пошел. Первый день иду, никого нет. Пустыня вообще никого нет, действительно такое место, где вообще никого не видишь, тишина полная. Если вдруг неожиданно так услышишь звук, так вроде тихо-тихо-тихо, звук какой-то, что такое звук, интересно, потом понимаешь, это какой-то звук в теле, который обычно не слышишь. А реально этот звук, никого нет. Иду первый день, к вечеру, смотрю, пустыня ровная и какой-то там, типа палатка, и несколько рабочих, что-то копает, что-то у них там случилось. Я к ним подхожу, вода есть, есть, набрал воды. Иду второй день, никого нет, ну, тропа переходит, пересекает шоссе. Метод, как найти воду в австралийской пустыне. То есть я вышел на шоссе, помахал пустой бутылкой, остановился машиной, набрал воды, пошел дальше с водой. Иду третий день, уже ни шоссе, никого нету, сверхсекретная воинская часть. Я не то, что снимать ее не боялся, я даже смотреть в ту сторону не хотел, думаю, а то меня за шпиона примут. Прохожу мимо, ну, прямо на тропе стоит знак, и написано на еврите, но стрелка, нарисован, что там кран с водой. Думаю, просто интересно посмотреть, где же там кран. Свернул, подошел к этой сверхсекретной части, там забор выше человеческого роста, с колючей проволоки, три подряд забор такой идет. И в них такая выемка, небольшая размером с комнату, и в этой выемке стоит как раз кран с водой. Набрал воды. Поэтому к концу четвертого дня, когда я пришел к тому месту, где первый раз должен был увидеть воду, я еще с водой пришел. Но я хотел сказать, что не нужно думать, что я такой человек безбашенный, что я такой человек, совсем как бы не понимающий степень риска. То есть я знал, что я иду без воды. И если я понимал, что в то же время, если вдруг мне окажется воды недостаточно, то я же по карте вижу, что вот вокруг меня никого нет. Но если возникнет такая необходимость, то всегда можно свернуть в сторону, и всегда там 5-10 километров максимум ты встретишь людей. Поэтому по национальной тропе Израиля тоже можно пройти, зная, что в случае необходимости всегда к людям выйдешь. Следующая тропа, про которую я хотел рассказать, это тропа Святого Якова. Тропа Святого Якова, это, наверное, самая известная тропа, про которую слышали даже те, кто вообще никогда не ходил дальше, чем на 100 метров от дома до машины. Она известна почему? Потому что Пауло Каэлли написал книгу, которая в русском переводе называется «Дневник мага», и он эту тропу распиарил. До того, как он по ней прошел, по ней проходили 2000 человек в год, сейчас проходит 2 миллиона человек в год. Причем, что интересно, тропа на самом деле очень большая. То есть, если брать эту тропу, то общая протяженность тропы Святого Якова, это, наверное, 15 тысяч километров. Фокус ее в том, что эта тропа идет вообще от любого, из любой столицы всех стран Европы. В частности, есть тропа такая, которая идет прямо из Москвы. Но 99,99% людей идут именно по тому маршруту, по которому прошел Пауло Каэлли. И вот все идут именно по этому маршруту от Сен-Жан-Пьедо-Пор, французского городка, на Пиренеях, до Сантьяго-де-Компостелла. Но я решил пройти в два раза больше. И начал не с этой точки, а начал с французского города Арль, чтобы дойти 800 километров до начала, откуда все идут, и потом вместе со всеми еще 800 километров пройти. И особенность тропы Святого Якова, что это действительно паломническая тропа. Изначально это была тропа, по которой паломники шли к гробу, в смысле к мощам Святого Якова. И сейчас очень многие люди именно из религиозных соображений ходят по этой тропе. Поэтому, когда идешь по этой тропе, то первым делом, как в любой тропе, на первом этапе ты думаешь о том, как бы тебе поесть, переночевать, как именно техническими такими какими-то заботчинами вещами. Потом волей-неволей и как-то столько церквей проходишь, начинаешь погружаться в какое-то религиозное размышление. А на третьем этапе уже попадаешь в ситуацию такой как бы нерваной, когда ты отрешен от всего, идешь в таком состоянии. И еще особенность тропы Святого Якова стоит в том, что для паломников существуют приюты, в которых принимают только паломников. У каждого паломника есть сертификат, удостоверение, которое подтверждает, что он реальный паломник. И с этим удостоверением тебя принимают вот в этих специальных приютах для паломников. Причем приюты бывают трех разных видов. Есть муниципальные приюты, когда в каком-то городке или в деревне там выделяют домик или там комнаты в доме, где принимают паломников. Обычно ключи от них хранятся в муниципалитете или там в библиотеке. Ну, можно найти второй тип приюта, это когда реальный монастырь существует, когда приходишь в монастырь и просто с монахами где-то там тебя келью выделяют. И третий вид приютов, это которые на самом деле обычные гостиницы, ну, просто они знак ставят, тропы Святого Якова в раковину и принимают паломников в том числе вместе с обычными туристами. Стоит это обычно, если это муниципальный приют, от 10 до 15 евро за ночь, если это частный, там скорее от 15 до 25, а в монастырях и в церквях там платы очевидной нету, там платишь сколько можешь и сколько хочешь. И я, когда шел по этой тропе 800 километров до Сен-Жан-Пьедепор, я познакомился ну, со всеми же, кто шел там, было всего 5 человек, которые шли по тропе, я с ними познакомился, потом прихожу в Сен-Жан-Пьедепор, откуда сейчас стартует, и просто испытал просто сильный шок. То есть я, когда увидел этот городок с забитой людьми, когда там, я обычно как приходил, но как бы по частям, пройдя еще по разным другим местам. Следующая тропа, о которой я хотел сказать, это Альпийская тропа. Альпийская тропа, это не паломническая тропа, а это тропа именно для любителей горных походов. Она идет по Альпам, по всем Альпам. То есть это для тех, кто хотел узнать Альпы, для тех, кто интересовался Альпами, решил, все, вот сейчас я пройду по ней и буду знать все про Альпы. И действительно, тропа протяженностью 5000 километров, и если ты по ней пройдешь, то действительно будешь знать про Альпы, действительно все. Она начинается на берегу Средиземного моря, и заканчивается на берегу Средиземного моря в Италии, возит реестр, и идет через Словению, Австрию, Швейцарию, Германию, Францию, и заканчивается в Монако. Я стартовал с Триеста, кусочек небольшой прошел в Италии, потом пошел по Словении. На Альпийской тропе, так же, как и на тропе Святого Якова, существует сообщество людей, которые идут, и у них тоже есть удостоверение. Для меня это было открытием, я не ожидал такого, но на Альпийской тропе тропа проходит по достаточно высоким горам, и очень часто проходишь по высотам 2-2,5 километра, и реально там достаточно холодно, и как-то, ну мы там, я с попутчицами шел, и мы настраивались вообще ночевать в палатке, но когда попадаешь в такое место, где холодно, дует ветер, и рядом находится приют для пешеходов, для таких вот, для как раз походников, то как бы думаешь, да, надо все-таки в приюте лучше переночевать. Приюты не очень дешевые, то есть там 25 евро это самый дешевый вариант, а так и 35 может быть, и еда там дороже, чем в других местах, поэтому, как я вам уже сказал, существует такое сообщество, через интернет можно стать членом альпийского клуба, у тебя карточка, и с этой карточкой тебе скидки 50%, поэтому, если ты идешь по тропе больше, чем неделю, то это уже выгодно с такой карточкой ходить. Тропа достаточно сложная, и несколько раз мы попадали в места, где реально были с риском для жизни. Один раз мы сделали ошибку, когда шли по тропе, и видели, что вот уже рядом речка, там возле нее идет дорога, и от тропы потеряли саму. Думаю, ну давай-ка срежем просто так, спустимся. Начали спускаться, и спуск крутой, 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 еще круче, и потом вышли на обрыв, метров 10, просто вертикальная стена. Пришлось возвращаться назад и опять вскарабкиваться по крутому склону. Это как бы научились, поняли, что лучше такого не делать. То есть, если ты потерял тропу, самое умное, что можно сделать, это вернуться назад к тому месту, где ты точно эту тропу видел. И еще одна проблема, с которой мы столкнулись, это очень много медведей. Когда мы зашли уже из Словении в Австрию, там как раз столько места, где Словения, Австрия и Италия, три страны сходятся, и тропа виляет между ними, то там реально очень много медведей пошло, везде стоят знаки, осторожные медведи. Причем знаки не такие просто, поставили знак и написали, а знаки с фотографиями, просто не просто медведь, а вот и фотографии конкретно этого медведя, вполне такие большие медведи. Вперед мы увидели семейку медведей на другом, на противоположном склоне, но так вроде как бы достаточно далеко, но все равно неприятно, когда так медведей видишь. Потом, когда услышали рев медвежий в кустах, в гусых кустах, буквально в пяти метрах от нас, я сказал, говорю, девчонки, знаете что, давайте мы отсюда лучше свалим. И мы быстренько-быстренько спустились вниз в долину, так что альпийскую тропу я не прошел, но есть еще возможность ее опять же пройти дальше. И следующая тропа, о которой я хотел сказать, это Приморская горная тропа. Приморская горная тропа, она в каком-то смысле аналогична тропе, с которой я начал, аналогична Викийской тропе. То есть это опять же популярный урсиан-место, это Черногория, очень популярный урсиан-направление, безвизовая страна, примерно такой же климат средизноморский. То есть во многом она похожа именно на Альпийскую тропу. Общая протяженность Приморской горной тропы в Черногории всего 168 километров. Но меньше, чем за две недели пройти ее невозможно, из-за того, что очень сложный рельеф. И вторая проблема, это очень много красивых видов. То есть пройдешь буквально чуть-чуть, и какой-то красивый вид, задержался, потом опять прошел, опять красивый вид. Они говорят о том, что в промежутках тропа из-за того, что по ней мало ходит, все туристы внизу сидят, из-за того, что по ней мало ходит, она во многих местах заросла. Ты поэтому через кустарник прорываешься, буквально, не знаю, 100 метров прорвался через кустарник, потом опять красивый вид попался. И самая большая проблема в Приморской горной тропе, это то, что там живут сербы. А сербы, они относятся к русским, наверное, даже еще лучше, чем турки. И если проходишь мимо деревенек, если когда ты проходишь мимо деревеньки, не дай бог узнают, что русские, сразу тогда начинают зазывать к себе в гости. Но в отличие от турков, турки тоже к себе приглашают в гости, но турки приглашают в гости поют чаем. У сербов чая нет в принципе. И они предлагают вариант пива, вино или водка. И очень трудно отказаться, люди душевные, и если говоришь чай, они на тебя смотрят, как на человека, который уже при смерти находится. Говорят, у нас чай пьют люди только уже совсем больные. Так что выбирая либо пиво, либо вино, либо водка. И даже если ты уже понимаешь, что ни в коем случае говорить нельзя, стараешься ни с кем не заговаривать. Ну, вот мы помним, тихо поставили палатку. Ну, вроде как бы неудобно, там в смысле люди рядом работают, говорим, ну, вы не против, что мы палатку поставили? Да не, пожалуйста, ставьте там, работают дальше. Ну, мы поставили палатку, они уже собираются, уезжают, подъезжают к нам, дают нам бутылку вина домашнего, говорят, вот вам, пожалуйста, бутылку вина. Поэтому, из-за этого, из-за этого, по Приморской горной тропе становится ходить очень сложно. Самое главное, и не спиться, пока идешь 168 километров по этой тропе. Но, и при этом, конечно, там бывают действительно участки достаточно сложные, и очень важно при прохождении этих участков даже не столько физические силы, сколько моральные. У меня были попутчицы, причем женщины, и, как показала практика, очень важно даже не столько возраст, не столько физическая подготовка, сколько моральные. Потому что был случай, когда у меня там, у меня одна попутчица была 70-летняя женщина, вторая была 28-летняя, и вот мы шли по сложному участку, обе ругались за то, что так вот сложно приходится идти, остановиться нельзя, потому что у меня принцип, что надо ночевать только на хорошем фэншуйном месте, а не где попало. Я как бы пытался их довести, в результате довел, но та, которая 28 лет сказала, нет, все, я с вами больше не пойду, спустилась вниз, и пойду лучше там, к пляжникам буду на море. А вторая сказала, да нет, потому что я специально ради этого приехал, и, конечно, дойду. И очень важно именно вот этот настрой на то, что человек настроен пройти именно всю тропу, а не какую-то ее часть. И вообще, почему я решил ходить вокруг света, именно вот в четвертом кругосветном путешествии, почему я решил все-таки ходить пешком, и не просто так, а именно по тропам. В чем преимущество троп, в отличие от просто хождения по азимуту, по карте? Основное преимущество то, что все-таки люди постарались, люди уже тропу эту проложили, постарались ее сделать максимально эффективной. Все-таки мы сейчас, как ни крути, у всех время ограничено, и просто так вот, если возьмешься идти просто по карте, возьмешь карту и просто пойдешь по карте, то 80% времени либо будешь по автомобильным шоссе ходить, либо по каким-то задворкам, либо не пойми чему. А когда ты идешь по тропе, ты понимаешь, что самым оптимальным образом эту тропу проложили, что действительно ты проходишь по интересным местам. Если человек ленивый, то тебе лень просто тащить какие-то вещи с собой, там спальник, палатку, то ты, идя по тропе, ты понимаешь, что ты можешь утром выйти из одного места, вечером дойти для другого, где можно переночевать. И не нужно тебе с собой тащить продукты. То есть это самое оптимальное соотношение, вот как бы компромисс между двумя крайностями. С одной стороны, что тебе нужно сидеть там с картами, продумывать, там если собираешь, например, по Сибири пойти на 500 километров, ты должен тщательно подготовиться, все рассчитать, взять продуктов на 500 километров. А здесь идешь там, ну хоть 5000 километров, ты, в принципе, понимаешь, что день-два ты обязательно к цивилизации попадешь, и обязательно ты, в смысле продуктов найдешь, и найдешь, где переночевать. И ситуация сейчас очень интересная складывается, что, скажем, если раньше бедные люди ходили пешком, а богатые люди ездили на машинах, то сейчас бедные люди ездят на машинах, богатые люди ходят пешком. Я помню, шел по Швейцарии, иду по тропе три недели, по Швейцарии, по горам, никого нет, ну потому что богатых людей мало, вижу ниже, люди победнее плавают на яхтах. Я понимаю, что, слава богу, на яхтах смогли заработать, но на то, чтобы идти пешком, они еще не заработали. И почему это так? Понятно, что хождение пешком, оно как-то все-таки требует времени, а сейчас время самое дорогое, у людей просто нет времени, и вот я вам рассказывал про тропу Швейли-Израэль, которую, чтобы пройти, нужно потратить два месяца, поэтому можно представить, сколько же нужно работать и зарабатывать, чтобы иметь возможность взять и два месяца потратить на прохождение тропы. Но, в принципе, можно тропы проходить и по частям, скажем, по одну, две или там три недели, в зависимости от того, сколько есть возможностей. Поэтому мне нравится ходить по тропам, и я продолжаю этим заниматься. Я уже вам сказал, что я 25 троп прошел, я продолжаю идти дальше по тропам, у меня в ближайших планах очередная тропа будет, Киренейская тропа по Северному Кипру, потом будет Иорданская тропа по Иордании, поэтому если у вас будет возможность и желание, то можете присоединяться ко мне в походе по тропам. Я всегда приглашаю всех попутчиков, и при этом никаких заранее таких требований не устанавливаю, потому что пока человек по тропе не пойдет, никто не знает, сможет он по тропе идти или нет. В чем огромный плюс хождения по тропам, что если человек вдруг поймет, что тропа это не его, то тропа обычно в курортных местах. Если человек вдруг посередине Ликинской тропы понял, что ему неинтересно ходить по тропе, то он может остаться там в городке Какаш каком-нибудь курортном, или там в этом самом, в Которе, в Черногории, и продолжать себе загорать, а не ходить по тропам. Так что это вот то, что я хотел рассказать про тропы, и готов ответить на ваши вопросы. Поаплодируем Валерию Шанину. Большое спасибо за такой полезный рассказ. Это было действительно очень круто. У вас богатый опыт. Это понятно по вашим рассказам, фотографиям, и по тем маршрутам, которые вы прошли. И уверен, что у многих в этом зале есть вопросы, которые вы хотели бы задать. Смотрите, вопросы мы задаем в микрофон, чтобы те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, тоже могли услышать этот вопрос, и понять, на что же отвечает Валерий. И так, у кого в зале есть вопросы. Можно по поднятой руке. Отличный удачок, я иду к вам. Здравствуй, Валерий. Спасибо большое за рассказ. Грандиозно. Что вы думаете насчет тропы, которая, я не помню, как она называется, идет от Мексики до Аляски? Ну, я присматривался уже к американским тропам. Да, там типа Техоокеанская тропа, которая идет, и потом Срединный хребет, есть Апалачская тропа. Там три таких тропы идут, от Мексиканской границы до Канадской. Там на Восточном побережье, на Западом и посередине. Но если я планирую пройти вокруг света, я, конечно, должен где-нибудь там пройти. Но, честно сказать, чем больше я узнаю про эти тропы, я уже много книг прочитал про них, и фильмы смотрел, чем больше я узнаю про американские тропы, тем меньше мне хочется идти по Америке по тропам. Значит, две причины. Во-первых, первая причина, что там так много людей ходят, ну, без меня обойдутся. И также, как я вам сказал, я не пошел по тому участку тропы Святого Якова, по которой толпы ходят. Ну, ходят люди, без меня обойдутся, потому что я, когда иду по тропе, значит, я потом обязательно фильм сделаю про эту тропу, чтобы рассказать, что вот здесь такая оригинальная, интересная тропа. Если там уже люди ходили, фильмы делали и писали, ну, зачем мне это повторять? А потом мне не нравится еще американская такая заорганизованность, когда все очень строго, жестко, когда ты не шаг вправо, шаг влево, ты не можешь сделать, тебя еще пристрелят. Мне больше нравится в каких-то других местах. Я уже, вот, кроме вот этих пяти троп, которые я упоминал, много ходил по разным тропам, по Европе, по Турции, по Юго-Восточной Азии, но уже скорее так прицениваюсь отправиться в Австралию, Новой Зеландию в начале. А в Южной Америке и в Северной Америке я, конечно, уже был, но еще по тропам там не ходил. Спасибо большое за ответ. Возможно, есть еще вопросы в зале. Кто у нас следующий? Иду к вам. Валерий, спасибо за ваш рассказ. Очень узнавательный, интересный. У меня вопрос практичный. Какой литраж вашего рюкзака и что такое самое необходимое вы посоветуете взять с собой на тропу? Ну, я когда путешествовал, я уже говорил, я вокруг света ездил и очень много путешествовал на разных видах транспорта. У меня рюкзак был максимум 40 литров. Но как я стал ходить по тропам, как-то я уже стал, как-то, не знаю, наверное, склонен к большему комфорту. Поэтому у меня сейчас рюкзак 50 литров. Больше 50 литров брать не стоит. Это, конечно, обязательно с собой спальный мешок, коврик, палатка. Это минимальное требование, потому что даже в тех тропах, где формально можно ночевать по гостиницам, то, конечно, приятнее иметь возможность переночевать и в каком-то таком месте. То есть не нужно... Когда ты идешь без палатки, без спального мешка, то мне не нравится это, что ты должен рассчитывать. Тщательно свое время должен прийти к вечеру, именно в то место, где можно переночевать в гостинице. Поэтому я готов именно к тому, чтобы переночевать где угодно. Многие считают, что в Европе нельзя кемпинг устраивать в принципе без разрешения. И во многих местах кемпинг запрещен. Действительно, кемпинг запрещен, но надо понимать разницу между кемпингом и биваком. Кемпинг – это когда вы приехали на машине, поставили 2-3 палатки, развели там, не знаю, шашлыки, врубили генератор, колонки на полную мощность. Это нормальный кемпинг. А когда вы идете по тропе, уже стемнело, вы поставили палатку, переночевали, утром собрались, ушли – это бивак. Это не кемпинг. И это можно где угодно. Один раз только был случай, когда мы шли по Швейцарии, спускались по крутому склону, уже темнеет, а склон крутой. То есть, в принципе, места так вроде, берите, доставь палатку, ну круто, места ровного нет. Проходим, смотрим в сарай, вот посреди склона, под него срезали немножко склон, чтобы он стоял ровно, и осталась небольшая площадка перед входом. Ну, поставили на эту площадку, палатку, совершенно спокойно, там газовая горелка, естественно, костров не разводили. Газовая горелка, подъезжает машина там, недалеко по дороге, мужик нам поднимается, говорит, ребята, вы что тут, типа, спать собрались? Мы говорим, да, что типа нельзя? Он говорит, да нет, без всяких проблем, говорит, это вообще мой сарай, я вот там живу, с другой стороны долины, это вообще мой сарай. Единственное, я вас хотел попросить не курить, потому что у меня там сено сухое, то есть, вы можете его спалить? Говорим, нет, мы не курим. Он говорит, ну тогда нормально, без проблем. И я помню, еще в Лексимбурге шел, встретил навстречу голландца, люди мало ходят по тропам, но все-таки ходят. Встретил навстречу голландца, и он как раз через Бельгию проходил, говорит, вот у меня был случай, я иду, иду, говорит, уже темнеет вроде, а через какую деревню прохожу. Ну, дом попросился, говорю, можно у вас палатку поставить на лужайке? Он говорит, да, ставь на лужайке. Поставил на лужайке палатку, с утра просыпаюсь, открываю палатку, передо мной там стоит поднос с завтраком. Так что, в принципе, люди очень душевные, и когда идешь по тропе, попадаешь в такие места, где не был, в смысле, где люди редко встречаются, то очень гостеприимно. И даже, вот я могу сказать про Израиль, ну, я, честно сказать, вот не ожидал, что израильтяне такие гостеприимные люди, пока не пошел по тропе. Заходишь в кибуц, со мной было это неоднократно, заходишь в кибуц обычно под вечер, потому что там как-то так рассчитано, что в населенный пункт, к вечеру скорее попадаешь, под вечер заходишь в кибуц, первого попавшего человека спрашиваешь, где у вас тут магазин? Я первый раз так захожу, спрашиваю, где у вас магазин? Он говорит, тебе зачем? Я говорю, поил, дал продуктов, отправил. И потом, я еще в следующий раз захожу, опять то же самое, первый попавшийся человек, сразу говорит, да, конечно, давай, в смысле, там магазин закрыт, но я тебя обязательно кормлю. Поэтому люди очень душевные, и вот в Лексимбурге был случай тоже интересный. Идем по деревне, ну, воды набрать. Там сидят люди, в этом, во дворике, пьют вино, там вечером ужинают. Попросили набрать воды, они говорят, а что воды, вот давайте вина, давайте к нам присоединяйтесь. Я уже говорил, это одна из проблем, когда ходишь по тропам, главное не спиться. Присоединяйтесь, оказались очень интересные люди, стали рассказывать, там как раз Ордене, место, где воевали во время Второго мировой войны. Этот оказался человек, вообще, значит, переводчиком, был на встрече, там, американцев с немцами. Короче, очень интересные, получил захватывающие истории, и в таких историях очень много, именно потому, что люди очень гостеприимные. Хотя, конечно, удивляет то, что очень мало людей знает про тропы, помню, был в Турции на Ликиской тропе, как раз такой случай, немножко мы сбились с тропы, и пошли ее как-то искать. Чувствуем, где-то вот здесь должна быть тропа, проходим в дом, сидят там люди во дворике, пьют чай, но это же Турция, люди не могут просто так пить чай, если кто-то проходит мимо, конечно, пригласили, но мы люди тоже простые, мы согласились, присоединились к ним, ну, к ним, конечно, чаем напоили, накормили, как водится, стали приглашать переночевать, мы говорим, да ладно, у нас все с собой, мы переночим в палатке, говорим, а вы не слышали, вот тут вот, не видели, вот тут должны быть знаки, а Ликиская тропа обозначит знак, там такая красная и белая полоса. Вот тут Ликиская тропа у вас проходит, вы не видели, ничего такого, вообще ничего такого не слышали никогда, говорим, ну, ладно, бывает. Короче, мы проходим, а вот у них участок, ну такой ферм уже большой, и вот как раз на стене их участка вот этот знак Ликийской тропы. То есть люди просто не знают, что через них, оказывается, проходит Ликийская тропа. Так что очень здорово именно вот эта возможность пообщаться с людьми, которые еще не перегружены количеством людей. И когда в Турции, например, идешь уже не по Ликийской тропе, а по другим тропам, я ходил и по Фригийской тропе, и по Корейской тропе, и по тропе Павла, и по тропе Хетов, и по тропе Виля Челеби, то когда идешь по таким тропам менее хожаным, где людей еще мало, где только начинают раскручиваться, то обычная ситуация такая. Захожешь в деревню, первый попавшийся человек, встречаешь, говоришь, у вас магазин есть? Говорят, нет, магазина нет, деревня маленькая. Чайный у вас есть? Нет, чайный у нас нет. А чай у вас есть? Чай есть. Приглашает себе домой, напоит, накормит, если дело к вечеру, чем предлагает приночевать. Поэтому вот когда ходишь пешком, то общаешься с людьми, вот именно с теми, которые не работают в туристическом бизнесе. И самое главное, что ты получаешь уникальную возможность находиться здесь и сейчас. Самое главное, что нужно понять, что когда я иду по тропе, то я это делаю не для того, чтобы сэкономить деньги. Я это делаю не для того, чтобы перенести вещи на 520 километров с одной точки в другую. Поэтому никуда не спешу, мне бежать никуда не надо. Наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь именно там, где я нахожусь, именно здесь и сейчас. И уникальная возможность, когда идешь по тропе, вот то, что сейчас в нашей жизни не хватает. Если идешь один, то очень редкая возможность побыть одному. То есть никогда тебя не дергают, когда там не крякают, что там социальные сети тебя не достают, никто тебе не звонит. Идешь спокойно, сам с собой размышляешь. Если ты идешь с попутчиками, я всегда людей приглашаю присоединяться. Если идешь с попутчиками, тоже очень редкая возможность поговорить с человеком. Когда два человека общаются, сейчас один в свой телефон смотрит, другой в свой. А когда идешь по тропе, ну это невозможно, иначе ты свалишься с этой тропы. Поэтому идешь спокойно, неспешно, в спокойном ритме и с людьми общаешься. Так что тропы это очень здорово, и я вас всячески агитирую присоединяться. Спасибо большое за ответ. Мы готовы принять следующий вопрос. Вижу вашу руку, иду к вам. Валерий, спасибо вам за интересный рассказ. Я впервые познакомился с вами, прочитав книгу «280 долларов в кругосветном путешествии». Очень понравилась эта книга в свое время. У меня три вопроса. Первый вопрос. Были вы на Крымском полуострове по тропам? Второй вопрос. Сколько километров вы проходите в среднем за день? И третий вопрос. Я смотрю тоже ваши фильмы, где вы рассказываете, как и сегодня вы сказали о том, что вы в основном по безвизовым странам. Но, например, чтобы в Италию попасть, ведь нужна шенгенская виза. На какой период времени вы оформляете шенгенскую визу? Так, хорошо. Давайте напомните мне три вопроса. Первый вопрос про Крымский полуостров. Буду по одному, чтобы не сбиться. В Крыму я был неоднократно еще в советское время. Я Крымский полуостров весь исходил вдоль и поперек. Я тогда еще не знал, что есть тропы. Их тогда и не было. Сейчас только начали прокладывать тропы. В 2009 году перед третьей кругосветкой я туда своих попутчиков увозил, чтобы тренировку провести. Мы там ходили пешком и через Крымский каньон проходили. Но я слышал, что там есть большая Крымская тропа и Севастопольская тропа. Но пока еще руки не дошли. Возможно, все-таки я туда, в смысле, доберусь до Крымского полуострова. Второй вопрос. Сколько прохожу? Обычно как? Когда я собираюсь на очередную тропу, я собираюсь туда пойти не потому, что меня кто-то туда посылает, а потому, что я подумал, что это интересная тропа, а мне интересно. Я собираюсь на эту тропу, приглашаю присоединяться. Если ко мне попутчики присоединятся, будут попутчики. Если нет, я пойду один. И, как правило, когда я иду один, я прохожу в два раза больше, ем в два раза меньше. Ну, не потому, что я такой вот по складу характера мазохист, а просто я человек очень увлекающийся. И когда с утра пошел на тропу, все время что-то происходит. То как-то виды какие-то красивые, что-то вот с людьми общаешься. И потом, пока только стемнеет, думаешь, да, надо поесть все-таки, наверное, поесть забыл. И когда ко мне попутчики присоединяются, я сразу говорю, ребята, вы вот честно, вы как бы напоминаете, я могу забыть, что надо поесть. Но для меня очень важно, где переночевать. Я вот нутром чувствую, место фэншуйное или нет. Если я чувствую, что это место не фэншуйное, то я готов пройти 10-20 километров дополнительно, чтобы дойти до фэншуйного места. И когда со мной попутчицы идут, ну, как бы я им говорю, так нет, это место не фэншуйное. Они говорят, да нет, вот здесь вот можно, уже сил нет. Но бывало несколько раз, я когда брал, значит, самой слабой попутчицы рюкзак и нес уже два рюкзака, потому что принципиально не мог остановиться в не фэншуйном месте. Поэтому сколько за день получится, очень трудно сказать. То есть я заранее как-то не планирую и готов к тому, что можно переночевать в любом месте, но с утра до вечера в движении. Так что бывает от 20 до 40 километров, в смысле, как получится. Я пытался, когда шел один по национальной тропе Израиля, я порывался вообще ходить еще и по ночам. Ну, как-то так вышел с утра, идешь, идешь, пустыня, стемнело, вроде нормально. Но проблема в том, что по ночам очень сложно ходить по тропам, идешь по знакам, и ночью знаки быстро теряются. Поэтому чуть-чуть только пройдешь, все, знаки потерялись, ставишь палатку с утра, идешь эти знаки искать. Ну и третий вопрос про безвизовые страны. Действительно, я очень большой любитель безвизовых стран, и у меня было кругосветное путешествие, которое называлось «Вокруг света безвиз», и фильм так называется «Вокруг света безвиз», и книга «Вокруг света безвиз». У меня была идея проехать с российским паспортом только по безвизовым для россиян странам. Я действительно за 9 месяцев проехал по 38 безвизовым странам, то есть чисто с российским паспортом, ни разу не исходя ни в одно иностранное посольство или консульство. После возвращения понял, что безвизовых стран осталось еще очень много. И я стал их по частям, по каким-то отдельным регионам, либо по отдельным странам, и у меня так проект вокруг света безвиз продолжался. Я путешествовал по безвизовым странам. И как раз на Литийскую тропу я попал именно в рамках проекта вокруг света безвиз, потому что Турция безвизовая страна. А потом постепенно я втянулся. Вначале я, как я уже рассказывал, все турецкие тропы прошел, потом я израильскую тропу прошел, потом я в Непале тропы прошел, безвизовые страны брал. Но потом думаю так, если я втянулся постепенно, втянулся в четвертую гурокосветку, я втянулся как бы случайно, постепенно, и понял, что я иду вокруг света пешком. И посмотрел, думаю, а как же с Европой, что делать? Думаю так, Европа как-то не вкладывается в мой проект вокруг света безвиз, поэтому я объявил, что у меня начинается новый проект вокруг света пешком и стал оформлять шенгенскую визу. Но шенгенская виза действительно на три месяца дается, поэтому я сейчас по шенгенским странам именно так вот отправлюсь на три месяца и обычно так и делаю. То есть вот стартовал, я вам уже рассказывал, по альпийскую тропу, собирался идти по альпийской тропе все три месяца. Но когда не получилось, там сбился с альпийской тропы, значит потом по Австрии пошел, по тропе Марии Лугау, потом по Лихтенштейну прошел, по Швейцарии, по Германии, по Лексимбургу, по Польше, в ремках вот этих трех месяцев. То есть сейчас уже по шенгенским странам путешествует три месяца. Спасибо большое за ответ, Валерий. У нас есть несколько вопросов из онлайна еще. Сейчас я их зачитаю. Александр Селезнев у нас спрашивает, кстати много похожих вопросов было, сейчас мы ответим на них оптом. Александр спрашивает, Валерий, вы ведете блог и вас можно найти в соцсетях. Где? И какая у вас его любимая тропа? Александр, по поводу блога и как найти Валерия в соцсетях, можно посмотреть на экранах. Также наши модераторы сейчас скинут в чат все ссылки на Валерия и можно будет зафрендиться с ним в социальных сетях. По поводу любимой тропы тоже сразу оптом ответим. Только что было выступление про пять троп, это и есть те самые тропы, любимые Валерия. Я все-таки хотел уточнить, если меня так прижать и сказать только одну, то я бы сказал, что это национальная тропа Израиля, потому что она ничем не сравнима. Святая земля, как ни крутите, она все-таки в одном экземпляре. И когда идешь по национальной тропе Израиля, ты идешь не просто по тропе, ты идешь еще по святой земле. Поэтому если тропа только одна, вот так вот в жизни, то это национальная тропа Израиля, Швили-Израиль. Спасибо большое за ответ. И последний, это не последний вопрос был, а вот последний, сейчас я его зачитаю. Нас спрашивает Анна Лунар. Было какое-то путешествие, которое изменило вас? Ну, наверное, меня изменило, конечно, путешествие вокруг света за 280 долларов, потому что это я, я вообще начал путешествовать еще в 83-м году, еще по Советскому Союзу, потом постепенно втягивался. В 94-м году я написал свою первую книгу, но как-то написал и написал. Так как я много чем в жизни занимался, у меня два высших образования, физический и психологический факультет МГУ, и преподавал, и лекции читал, то как бы для меня путешествия были на уровне хобби. А потом как-то постепенно я так стал втягиваться в путешествия с 98-го года, стал уже профессиональным путешественником, то есть у меня последняя запись в 98-м году, когда я уволился из МИДа, я там психологом работал, и с тех пор я профессиональный путешественник. Но в 98-м году, когда я уже стал профессиональным путешественником, стал писать путеводители, у меня возник вопрос, а что же вот мне, ну так же, так как у меня два высших образования, думаю, какой же мне должен быть такой показатель статуса, как вот подтвердить, что я действительно такой путешественник. Потому что я уже в те годы выступал на телевидении, меня иначе как известным путешественникам не представляли. А я очень люблю просто рассказывать про путешествия, поэтому создавалось впечатление, что я путешествую больше, чем это было на самом деле. Поэтому я решил, думаю, проеду-ка вокруг света. И я тогда, значит, решил, думаю, так, значит, ну какая-то должна быть идея, чтобы проехать вокруг света. И так как я перед этим писал путеводитель Европы для всех, где объяснял, что каждый человек может путешествовать по Европе независимо от его финансовых возможностей, я тогда решил сказать, ну тогда и весь мир, значит, для всех, тогда, значит, вокруг света тоже любой может проехать. И взял с собой 300 долларов, думаю, ну вот как человек, если собирается проехать вокруг света, вот должен проехать за 300 долларов. И отправился с 300 долларами поехать вокруг света. Думал уложиться за год, в результате путешествия растянулось на три года, но я уложился даже меньше, чем в 300 долларов, я потратил 280 долларов, потому что выезжал из дома, у меня было 300 долларов, вернулся домой, у меня 20 долларов оставалось, Поэтому отсюда и получилось название книги «Вокруг света за 280 долларов». И реально на меня, конечно, произвело очень сильное впечатление, потому что после этого у меня уже обратной дороги не было. Я уже когда вернулся с этого кругосветного путешествия, я уже понял, что все, я настоящий профессиональный путешественник. И с тех пор вот уже еще два раза проехал вокруг света, сейчас четвертое кругосветное путешествие. И это путешествие, которое реально изменило просто всю мою жизнь. Большое спасибо, Валерий. А давайте еще раз поаплодируем Валерию Шанина за его рассказ. Спасибо вам большое. Те, кто хочет продолжить общаться с Валерием, это можно сделать в кулуарах. Можно отойти, задать все ему вопросы, которые вы хотите, про тропы, про другие путешествия. Думаю, Валерий не откажет и ответит вам на все, что вы хотите. Уважаемые зрители, кто онлайн у нас сейчас смотрит, вы также можете писать Валерию свои вопросы, вам на все ответят. Спасибо, что задавали, комментировали наш чат. И сейчас я представлю следующего спикера. И мы проводим под аплодисменты Валерия Шанина. Спасибо большое. Спасибо.